Всем тихой ночи. Возвращаемся к нашему традиционному голосованию в комментариях за разные темы из мира SCP, которые мы еще не обсуждали. В прошлый раз больше всего голосов было за группу из немецкого филиала SCP под названием 4-й рейх. Это уже вторая тема сайта SCP на немецком языке на этом канале. Первое было про штазе. Хорошо, что немецкий довольно неплохо переводится гуглопереводчиком, да и некоторые тексты уже есть на русскоязычном сайте. В один прекрасный день люди, работающие на фонд, вошли в руины старинного здания, спустились там в подвал и увидели в нем заброшенную лабораторию. Только вместо кулпы или сложной техники там были различные предметы, относящиеся к магическим ритуалам. Среди прочего на полке стояла папка с ветхими документами, сильно пострадавшая от пожара. Когда агент фонда взял ее в руки и открыл, он увидел, что в ней появляются и пропадают страницы. Сама папка была записями некоего господина Расса, который, похоже, занимался какими-то достаточно брачными делами в этом месте. Из записи стало понятно, что Расс когда-то служил нацистской Германии, но в один прекрасный день его руководство посчитало, что он слишком опасен и попыталось его убить. Опасным его сочли, по всей видимости, не просто так, потому что все посланные за ним люди стали жертвами его темного искусства. Однако это событие вынудило Расса бежать и прятаться. И свои эксперименты он продолжал уже в тайном логове в течение десятков лет. Эксперименты мистического толка, конечно же, что для немецкого филиала вообще довольно типично. У них там половина связанных организаций занимается магией, и существенная часть объектов связана с каким-нибудь колдовством. В своем укрытии Расс сидел небезвылазно, ближе к 70-м годам. Он попытался выйти на контакт с 25-й секцией Штази, занимавшейся разными мистическими делами. Однако ничего путного из этого не вышло, кроме того, что он узнал обо всех аномальных явлениях, с которыми Штази имела дело, что помогло ему в дальнейших экспериментах. Также он приобрел там одного сторонника. Один из сотрудников Штази был завербован им в ученики. В результате своих изысканий Расс то ли создал, то ли вызвал существо, которое он описал как состоящее из гнили, зубов и тьмы. Тварь определенно демонической природы, и похоже, это было именно то, с чем Расс был готов работать. Одним из первых его созданий был SCP-077DE. Существо, на первый взгляд являющееся человеком, однако способное за несколько секунд превратиться в паука, который может убивать своим ядом и паутиной. Расс запустил несколько таких монстров в гей-бары, где они убивали посетителей, пока не были обнаружены фондом и не помещены в камеру содержания. Путусторонние демонические пауки, видимо, особенно понравились мистическому экспериментатору. А еще он обнаружил, что невидимые пауки ползают буквально повсюду. Это отсылка на другой объект немецкого филиала, SCP-023DE. По сюжету этого объекта, молодая девушка купила себе очки и сразу же бросилась под колеса трамвая. Оперативников фонда заинтересовал этот случай, и они, изучая это событие, обратили внимание на купленные жертвы очки. Оказалось, что если их надеть, станет видно, что повсюду ползают пауки, которых невозможно увидеть другим способом. Объект SCP-023DE – настоящий ужас арахнофоба. Расс разгадал секрет их невидимости, после чего начал наносить на все творения свой невидимый символ, в виде цифры 4 и буквы R, а также различные мистические руны. Увидеть эти символы может только или сам рас, или обладатель очков из 23-го объекта немецкого филиала. По всей видимости, общаться с одними лишь демоническими пауками расу надоело, и он попытался связаться с другими организациями немецкого филиала SCP. На дворе тогда уже была современная эпоха, и технологии типа компьютеров-роботов произвели на колдуна Ретрограда огромное впечатление. Потому поначалу он связался с RaptRing, немецкой версией Андерсон Robotics, которая делает аномальных роботов. Плоды их сотрудничества вскоре захватил фонд SCP. Впрочем, это было несложно, потому что когда МОК фонда вошла в заброшенный склад, бойцы обнаружили лишь помещение, заваленное разным хламом. И там, в шкафу, с надписью «Неудачные проекты», лежал небольшой боевой робот, который, как оказалось, был одержим низшим демоном. Вещь эта оказалась довольно бестолковая, так как демон и искусственный интеллект постоянно конфликтовали друг с другом. Но тем не менее, она была поставлена на содержание, как SCP-098DE. Еще один подобный объект — это SCP-102DE, тоже боевой робот, который Raptor пытался делать вместе с расом. На этот раз идея была в том, чтобы робот мог использовать черную магию. Но что-то пошло не так. РАС потребовал, чтобы робот мог распознавать расовую принадлежность противника. В ответ на что, Raptor прекратил с ним сотрудничать, видимо, заподозрив в расистских взглядах, которые тот не слишком-то и скрывал. Колдун-расист еще какое-то время пытался создавать что-то, связанное с технологиями. Вот, например, сделанный им компьютер, призывающий адские сущности. Он хранится в фонде под номером SCP-084DE. Однако вскоре он понял, что все это не его. После этого РАС решил, что у него теперь самостоятельная организация. Своя собственная империя под номером 4 с учениками-акалитами и мрачными ритуалами. Несколько экспериментов понадобилось расу, чтобы создать себе помощников, представляющих собой двух полулюдей-полудемонов. Эти существа обладали огромной физической силой и были настолько опасными противниками, что фонду потребовалась мощь нескольких мобильных групп, чтобы поймать их. И даже когда обе тваря оказались в камере содержания, SCP-097DE, это было лишь началом новых проблем фонда, потому что существа регулярно сбегали. Да и само по себе их содержание оказалось делом непростым. Поимка демонов, судя по всему, помешала планам раса. И с этого момента он пытался общаться с фондом SCP. В папке с документами, с которой всё началось, стали появляться письма, адресованные непосредственно сотрудникам фонда, в которых тот пытался убедить сотрудников тайной организации в том, что он не злодей и что не считает фонд своим врагом. Сам фонд, однако, так не думает и создаёт отдельную МОК под названием DE-11 Faust для ловли связанных с расом объектов. Про эту МОК есть отдельный хаб, состоящий из шести рассказов, вернее, пока из четырёх, так что завершение этой истории только ожидается. Faust — это небольшая группа, состоящая из шести человек, каждый из которых имеет опыт встречи с демоническими существами и готов поймать и доставить в камеру содержания любое творение раса. И именно об их приключениях и повествует этот отдельный хаб. В какой-то момент РАЗ стал набирать в свою организацию учеников, которых посвящал в свои тёмные дела. По большей части о них мы узнаём из объектов немецкого филиала SCP. Так, когда работники фонда поймали SCP-094-DE, состоящий из разных несвязанных деталей человеческую фигуру, способную двигаться, её оказалось возможно допросить, так как объект проявил возможность письменно отвечать на вопросы. Из допроса стало известно о послушнике Строме, создавшем это существо. Стром поместил душу человека в кучу металлического мусора, и таким вроде бы больше штази занимается. Так что, скорее всего, послушник Стром – это тот самый сотрудник штази, которого РАЗ когда-то завербовал. О послушнике Строме мы слышим не в последний раз, потому что в итоге ему удаётся создать огромный корабль-призрак, подняв с морского дна линкор Бисмарк, затопленный в ходе Второй мировой войны, после нескольких крупных морских битв с британским флотом. Фондом эта сущность зовётся SCP-053-DE, и придумать эффективный способ содержания морского монстра в SCP так и не смогли. Так он и ходит, где-то по Атлантике, топя корабли, не относящиеся ко флоту Германии. В рассказах и объектах упоминаются и другие послушники, но они не делают ничего особенного. Что же, вот и ещё одна организация немецкого филиала. И как обычно, следующее подобное видео будет за то явление из мира SCP, за которое наберётся больше всего комментариев под этим видео. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!